Девочки, я сегодня пришла в Эскадент, хотела сделать чистку своих винирчиков, а у меня все прекрасно, Петр Владимирович сказал. Вот, девочки, Эскадент в очередной раз предлагаю вам с удовольствием и удаляют, и лечат очень хорошие специалисты. А протезирование, девочки, какое? Вот вы всегда смотрите на мои зубы и спрашиваете, где я это все сделала. В Эскадент стоматологии в Краснодаре на 10-летие октября 1-1 и 2-е бульварное кольцо 7. Поэтому, вот, девочки, Эскадент стоматологии рекомендую. Девочки, я сегодня в Эскадент стоматологии. Оказывается, видите, девочки, один винир наверху был на временной... И отвалился, я сегодня его чуть не съела. Пришла к кукулу Владимировичу, а у них тут даже видеонаблюдение сделали. Представляете? Здравствуйте. Здравствуйте. Почему не приходите к стоматологии? Девочки, будете сейчас спрашивать, почему на временную поставлено? Потому что несколько виниров были поставлены на временный цементик у меня, на временную фиксацию, на временный клей. Ну, так, видимо, врачу нужно было посмотреть, как приживутся, как на месте ли стоят. В общем, вот такие дела. Добрый день, девочки. Такая погода вроде солнечно, но морозно, конечно, морозно. На улице. Я сбегала в стоматологию сегодня, записывалась на чистку два раза в год. Надо делать чистку. Пришла, а у меня все хорошо. Все, прям никаких мне отложений, ничего нигде нет. Все-таки Петр Владимирович виниры в ней прямо идеально поставил. Девочки, если кому нужно, обязательно обращайтесь в Эскаденстоматологию. Обращайтесь. Проверено на себе. Хожу прекрасно. Прекрасно себя чувствую. Мастера, конечно, высочайшего класса говорить даже нечего. Михалыч принес сушить белье. Просушила ему постель. Потому что холодно на балконе уже. Сушить долго и позвонила. Смотрю, звонок у меня идет. Я не успела подскочить. Перезваниваю. Умер один из моих очень хороших клиентов. Мужчина, 61 год. От коронавируса, девочки. Позвонила жена. Это сушить. За три дня скрутила белье. За три дня 70% поражения. Ничего не могли сделать. Она говорит прямо. Ну, в шоке, в шоке. За один день становится. Прямо ничего не надо в этой жизни. И все. Все. Все в Тартараре. Они из Челябинска. Я помогла им переехать. Но не в Краснодар, а в Армавир. В Армавир уехали. И живут там. У них большой коттедж. И они все сюда собирались. В том году собирались перебираться в Краснодар. Но не могли продать. Вот так вот. Вообще, что-то какая-то неделя смертель. Одноклассник умер у меня. Два дня назад тоже. Так что, девочки, берегите себя, любимые мои. Берегите. Обязательно носите маски. Обрабатывайте руки. Эти спиртовые аэрозоли прямо давайте детям в школу. Я Лёве все время говорю. Лёва, сынок. Лучше лишний раз брызгненная ранец на парту. Протри салфеткой это все. Руки протираю обязательно. Они же еще не слушаются в школе. И здрасте. И здрасте. И мордасте. За три дня, девочки. За три дня. Представляете? Все, год, начал задыхаться. Сначала кашлял, кашлял. Начал задыхаться. Мы, год, сдали все анализы. Анализы, год, показали уже 70% пораженного легких. И все будут хоронить. Ввезли готовую Слабинск. И оттуда уже на кладбище сразу и все. Не прощаться, ничего нигде. Не открывать ни группы, ничего. Представляете? Как раньше вот. Еще домой. Вот у меня папа умер. Домой. Дедушку, бабушку. Домой привезут. И день, ну, сутки дома стоит. Поставят тазы с марганца. И покойник сутки стоит дома. И мы все собираемся. Тихонечко дела делаем. Разговоры ведем. Вспоминаем все это. Сидим около них. Так вот с родными прощались. А сейчас, видите. Вот она жизнь как. Не заметишь и все. И закат. Да, мисочка. Да, любимая. Только Павлова плачет. Прямо раздает. Они хорошо жили. Хорошо жили. Он был начальником большим. Она тоже очень хорошо была пристроена. Работала калькулятором в кафе. Очень хорошая семья. Очень хорошая. Он веселый такой. Деловой такой. Очень хороший мужчина был. Жалко, жалко. Понимаете, еще в том году. А какой в том году? В этом году. В том году мы еще даже знать не знали. А в этом году уже там март, апрель, май уже был. Думали, знаете, где-то это далеко, 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 далеко. А он все идет и идет и идет и шагает. Этот коронавирус. Все. Просто косит всех. Косит. Это как естественный отбор. А сколько врачей умерло? В этот раз статистика была. По Краснодарскому краю. 25 человек. Врачи, специалистов высшей категории, заведующими отделениями. Красная зона. 25 человек. Шикарных. Шикарных людей, которые спасали жизни. Светлая память всем. Это вообще. Тяжело, конечно. Потрясло. Прямо потрясло меня. Потрясло. Вот он пять дней назад высылал интересные видео с интернета. Смешные. Интересно, там по политике еще что-нибудь. Вот. Интересные видео высылал и все. А сегодня человека уже нет. Она говорит, не попрощаться, ничего. Очень тяжело. Очень. Очень тяжело. У тебя такие когти. В общем, девочки, вот такие дела. Не получу, я это посушила. А так, нет. Мне надо другую программу выбрать. Сейчас выберу программу. Хлопок. Час десять. Там просто ненавидим. Будут. Это Левина лежит в постели. В общем. Ты идите-ка мой, спит. Спит мой, ты идите-ка. А я после стоматологии зашла в агрокомплекс. Увидела стоят банки. Трезор вот такие. Для вашего здорового питомца. Консервы. Растительные. Мясо растительное. Для животных домашних. Стерилизованные. Прочитала состав. Говядина. Шкварки. Вода. Субпродукты. Потому что мне одна девочка там сказала. Говорит, я беру в агрокомплексе. Беру там рубец. Или как называется. По-моему, рубец она сказала. В заморозках. И ворюгой к своему. И даю. Потому что собаке надо все равно кушать мясо. Вот. Вот он. Мясо. Мясо мое лежит. И пельмешки, девочки. Захотела пельмени. А самой растряпать не охота. Мраморная говядина. Хочу попробовать. Вот такие. Там есть еще, знаете, какие. С бульоном внутри. Но я не очень как-то. Сначала вот эти попробую. Посмотрю, что теперь мешки. Измена ровно, могу дыреть. Ой, господи. Там, здесь у меня что? А, здесь мандарины, морковь. Пельмечки. Сейчас поставлю вас, девочки. Морковь сейчас почищу. Ему дам несколько долечек. Он стал есть морковь. Мандарины купила. Так, купила курочку. Помою. Сейчас разделаю. Что-то бульон я стала любить. С курицей и ровнями. Я все время бульон варю. Ой, по 249. Ариэль. Что-то такие. Ариэль. Элитный. Вот такой покупала. Две груши. И цезаря. Вот такого цезаря я от Эдди покупаю. Говядина с овощами. А Мася ест только соус. Вот из этого китикета с кроликом. Только соус лишит. Кусочки вообще не ест. Купила с огненком. В этот раз ей вообще даже не притрагивается. Ест только кролика. Какие только не покупала. Девочки там пишут. Самый плохой корм. Не ветеринар говорит. Это хороший корм. Не надо никого слушать. Премиум класса. Вы же тоже животные ваши. Ваши питомцы. Как и мы люди. Что-то едим, что-то не едим. Что-то нравится, что-то не нравится. Поэтому, говорит, не надо заморачиваться. Если кошка ест, пожалуйста, кормите. Пусть ест с удовольствием. То, что, девочки, вот такие дела. Одноклассник тоже. Мой одноклассник прямо друг детства. Вот у нас было... Ну, вообще, вот с кем выросла я. Уже троих. Четверых нет уже. Да больше, наверное. Вообще. Тоже ничего не предвещало. Строил бед баню. И думали от сердца умер. Прямо сразу. А у него панкреатит и болевой шок. Болевой шок. Представляете, человек умер. Боль, какая боль. Видимо, что-то поднял. Тяжелое или еще что-то. И такая боль, что в страху сердце остановилось. Кислая девочка. Мандарин новый урожай. Иногда такие вкусные мандарины. А эти какие-то водянистые. И нет такого, знаете, вкусного, ароматного, мандаринового запаха. Нет, нормально все. Как страшно. Как жить охота. Не дай бог. Девочки, берегите себя. Берегите родных, близких. Всю дистанцию держите. Держите везде дистанцию. Везде лучше отойти в сторонку. Детям обязательно одевайте маски. Обязательно пшикайте спиртовыми растворами руки. Вот где он подхватил. Вот где я дома себя, пенсионеры. Кошмар.